Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья Шадлина. Ну что, поговорим о последних событиях в квесте? Давайте, поехали! Отличный тренинг провела Елена Исаева для нашей команды. Личностный рост и собственная самооценка, вот то, что мы вынесли из этого тренинга, движение в команде пошло совершенно другим руслом. Наталья Нагоровнова стала выпускать уроки, уроки по ютубу, как настроить вид страницы, обзор на ютубе, следующее ее видео. Урок третий, это как оформить канал на ютубе. Наталья, как заведенно начинает нас обучать, и это здорово. Четвертый ее урок, как создать плейлист на канале ютуб. Серия уроков очень нужна каждому. Посмотрите, сколько просмотров у Натальи. 18 просмотров, пятый урок, как оформить страницу в гугл плюс. И следующий ее урок, как создать прямую трансляцию на ютуб. Валентина Штарк, она не перестает нас удивлять, и она продолжает свою серию уроков. 10 уроков на салфетке Дона Файла. Людмила Руденко сделала обучающий урок по голосовому блокноту. Именно такой же урок сделала и Наталья Шадрина. И посмотрите, и у той, и у другой огромное количество просмотров. Это нужные вещи, этим нужно пользоваться. Теперь мы видим, как Надежда Сергеева делится хитростями по привлечению трафика на нашу страницу ВКонтакте. 569 просмотров. Наталья Нагорнова наконец-то показала сама себя. Мы видим, как Наташа выглядит, как она делает свой первый репортаж и рассказывает о себе. «Вечерний Екатеринбург» – это ролик нашей Надежды Сергеевой. Он заработал 27 просмотров. Удивительно, Людмила Грачева рассказывает нам сказки. Сказки про ежика и сказку про лягушку, про синюю лягушку. Это мудрые сказки, которые учат нас жить. Начинается серия репортажей у Надежды Вохминцевой. «Эх, дорога, зима, холода» – первый ее репортаж в YouTube. И следующий репортаж – это первая пробежка босиком по снегу с внуками. Это был очаровательный ролик, задорный, и всем хотелось побежать вместе с ними. Наталья Шадрина делает репортаж «Закат в горах» о Красной Поляне. Красивые горы, красивые закаты. Понравилось 18 просмотров, заработала видео. Следующий ее репортаж – это зимняя экскурсия по розах утор. Точно так же Наталья рассказывает о том, как красиво в горах и как каждый человек может там побывать. Новый репортаж Наташи Шанаурины. Рассказ о виде из окна. Замечательный ролик, вроде все просто. И наш Геннадий Марков, продолжая серию своих морских рассказов, это красивая история о долине гейзеров и следующая его история о птичьих базарах. Его историями заслушиваемся, мы все заслушиваемся. 14 просмотров занимает его птичьи базары. Мои поздравления команде. Любовь Швиченко рассказывает о том, как она провела свой новый старый год. 22 просмотра заработало ее видео. А вот и Валентина Колготина. Зимний закат, солнце на реке Хопер, село Рождественское. Красивейший закат и мы видим, как живут наши люди. А вот и новые новости. Мы поздравили с днем рождения Светлану Корикову. И она еще, кроме этого, активировала минусовые площадки. Желаем удачного старта. А вот еще новости. У нас получают люди свое вознаграждение. Александр Теплов получает первые свои вознаграждения за закрытие площадок. Наталья Вишневская тоже получает свои вознаграждения за свои первые площадки. А также Валентина Ивлеева. Девочки, мы вас всех поздравляем и желаем вам успехов. Надежда Сергеева, замечательный наш непревзойденный ютубер. Мы ее поздравили в этот раз с ее новой победой. Это 800 подписчиков на ютуб-канале. Мастер-классы провела Наталья Шадрина. Она рассказала о репортажах от самых задумких до их публикации. И уроки итальянского языка дает нам и продолжает давать Ольга Казанина. Вы послушали то, чем мы живем. Будьте с нами, слушайте наши новости и вступайте в нашу команду. С вами была Наталья Шадрина. До новых встреч!